На улице Нестерова расположены два здания, которые построили еще в 1937 году. В доме под номером 20 недавно отремонтировали крышу. А вот в соседнем, 18-м доме, жители страдают во время дождей. Ремонт в первом подъезде последний раз делали 9 лет назад. А сейчас там обваливаются и стены, и крыша. Жители всерьез опасаются. Дом, по их словам, может рухнуть в любую минуту. Пенсионерка Анна Петровна говорит, каждую весну и лето испытывает шок. С потолка бегут ручьи, и когда активно тает снег, и когда идут проливные дожди. Испуганная жительница стучалась во все двери. И в администрацию, и в управляющую компанию. Дошла уже и до приемной председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Никто не приходит к нам, ничего. Запишут нас, придут, сделают. Никого нет, ждешь, ждешь, снова придешь. Я сама лично три раза ходила, записывалась. Я даже ходила на Карла Марса или где ли, или на российскую, в администрацию на российскую. Там администрация президента была, Медведева. Я даже в приемную туда ходила. Я вот лично сама ходила. Они с ними связывались, все они сказали, мы сделаем. А это уже второй подъезд этого же дома. Ситуация та же. Из-за прохудившейся крыши страдают все жильцы. Потолки в плесени. Подтеки от воды в туалетах и в ванной. Лариса Тютрина говорит, в таких условиях жить с маленьким ребенком невозможно. Женщина живет в этом доме 20 лет. И если в соседнем подъезде за это время хотя бы был косметический ремонт, то здесь его не было вовсе. Никогда не было ремонта. Мы один раз, мы билили, мы сами нанимали. А да? Да, мы нанимали их, да. То есть как бы. А вот про дырки? А вот это вот отваливается, дом ведет, и это отваливается каждый божий раз. Мы идем выносить мусор, все, что отвалилось, и на виши убираем сами. В 2018 дом признали аварийным. Жители ждут расселения, но пока не переехали в новые квартиры, просят сделать в доме ремонт. В управляющей компании поясняют, этот вопрос стоит в повестке предстоящего собрания. В этом году запланирована отмостка. Это тоже было по заявке и по осмотру жителей. Она будет выполнена. Планируется проведение собрания в августе-сентябре. И на собрании будет принято решение, также после осмотра и согласования с жителем, какие работы необходимо сделать. Теперь жильцы должны на общем собрании проголосовать за ремонт кровли. Если они единогласно выступят за, то компания обещает отремонтировать крышу уже в этом году. Александр Гаврилов, Павел Рютин. Новости сейчас.